Привет, Наташ! Как твои дела? Как твои настроения? Настроение шикарное, несмотря на то, что это первый мой опыт. Я, конечно, безумно волнуюсь, но сейчас это волнение такое, оно какое-то необычное и очень с подъемом энергии для меня. То есть я не знаю, что это будет, но это по-любому будет самое охраненное время, и этот период, и я его буду вспоминать просто с большой улыбкой на лице. Мы можем принять решение, что это будет самый крутой подкаст. Я принимаю решение, что мой первый подкаст будет самым охраненным, и мы просто классно проведем это время. Да, и дальше представь, с каждым разом только лучше. С каждым разом, каждый новый мой подкаст, любая моя съемка, она будет мощнее, выше и еще лучше, и еще большему количеству людей я смогу помочь. Супер, классно. Наташа, знаешь, я хотела спросить у тебя, наверное, такой вопрос. Какие у тебя сейчас главные ценности в твоей жизни? Каким принципом ты придерживаешься? Потому что я считаю этот вопрос очень важен для того, чтобы понимать еще больше и глубже тебя твою суть. Спасибо за вопрос. Для меня всегда была важна такая ценность, как семья. Это то окружение наше, в котором мы родились, которое мы создаем и которое мы передаем нашему поколению. И если есть поддержка там, если есть там любовь, если есть там опора, то в этой жизни уже ничего не страшно. А если этого нет, то можно выбрать по-другому, пересмотреть свои взаимоотношения в семье, во всей семье, во всем своем роду, и получить эту поддержку и создать ее себе самой. Кайф. А еще? Для меня всегда была честность. Честность? Честность и открытость, а также справедливость. Но до того, как я пришла к тебе в работу, у меня эти понятия были немножко подменены. То есть для меня справедливость была в большей степени спасания других, спасания себя и, возможно, какое-то такое однобокое видение, только то, что мне откликается. И тогда мне казалось, что это справедливо. Ну и, конечно же, безумное, наверное, такое из поколения привычка, когда спасать слабых, лишать слабых. А честность и открытость, я тоже путала эти понятия, потому что вроде как бы я в обществе, я в социуме, я открыта. Но когда я начала познавать себя, я поняла, что мне страшно открываться этому миру. И с каждым днем я открывалась, и открываюсь сейчас. То есть вот этот процесс, этот подкаст, это тоже про открытие. И тоже про честность самой собой. Сто процентов. Смотри, тогда получается, что ты делаешь что-то, но при этом ты все равно испытываешь страхи, ты проживаешь какие-то трансформации. И вот мне сейчас больше всего интересно, как ты вообще справляешься с этими страхами, потому что в большинстве своем люди такие, о, мне страшно, ну ладно, значит, не судьба, это не мое, мне не туда. Как ты с этим справляешься? По-разному. Сейчас я могу открыто признаться, что были периоды нашей работы, когда я вроде как бы говорила, что у меня все хорошо, у меня все замечательно, я создавала иллюзию бурной деятельности, но при этом я даже боялась озвучить о том, что у меня на душе. И я поддавалась этим страхам. Тогда у меня не было веры в себя, даже несмотря на сколько сильно верила ты в меня. Тогда у меня просто это чувство, оно только начало заразаться. И этого не хватало. И тогда тебе настолько страшно, что ты уходишь и поддаешься своим страхам. Потому что там безопаснее. Потому что в том состоянии, в котором ты начинаешь, тот опыт, тот образ жизни, в котором ты находишься, безумно идти в новые очень страшно. Потому что в этом опыте, в этом дне, здесь и сейчас, ты знаешь уже все. Ты знаешь все свои минусы, ты знаешь, как справиться даже с самой труднейшей ситуацией. А новое, ты боишься порой даже рот открыть или шаг сделать. А первый шаг, он самый важный. Были моменты, когда мне удавалось это делать на раз. Просто посмотрев, что у других это есть, и понять, что это не моя проблема, это не моя программа, это не моя боль, и я могу ее не присваивать себе. Были моменты, когда происходила война внутри меня, раздор. Когда душа и разум, когда моя логика сопротивлялась, потому что всю жизнь у меня было все из логики. Были моменты, когда меня вытягивало мое окружение. Когда я открывалась и сдавалась вам, когда я сама просила помощи у ребят, кто находились в наших группах. Когда я просила помощи у своих близких. Это очень сильно, это очень смело. Мы очень часто воспринимаем нашу... Знаешь, вот когда мы идем в сдавание, в признание своих каких-то слабостей, мы воспринимаем это как слабость. Как будто мы ноем, жалуемся. Но именно в этом огромная сила. Поэтому я думаю, что у тебя и результаты за счет того, что тебе, да, страшно, но я сделаю. Да, непонятно, но я могу вывести на себе это состояние неизвестности. Я все равно пойду. И еще, знаешь, у меня всегда картинка такая, когда говорят, страшно идти в новое, что как будто стоит человек, там полная темнота, и он делает шаг и падает как будто в пропасть. Потому что тут все понятно. Тут вот, ну там ровная поверхность, а там непонятно вообще, что будет. Как ты прилетела на Бали? Ты была за границей до этого, кстати? Я была в Турше лет пять назад. Это было три волшебных дня. Но это были совсем другие ощущения. Это не было моей победой. Моей победой и над собой, и над своими страхами. И когда я приняла в себе свою силу. Как это произошло, я сама не знаю. Я вообще до сих пор пытаюсь как-то осениться, осознать, из логики понять, как мы вообще с тобой сошлись и начали работать. Потому что с первого контакта происходила магия. Первый контакт в магии была в том, что ты залезла настолько глубоко мне в душу, что я не хотела этого видеть. А когда через три месяца, через два, я увидела твой офигенный такой шкачок, я удивилась. И даже, возможно, позавидовала. Как так? Я уже какое-то длительное время здесь, в инфобизнесе. Я знаю всю внутрянку. Но у меня этого нет, а у тебя есть. И тогда я снова пришла к тебе. Ты еще больше залезла мне в душу. Хотя я пришла к тебе с тем же самым запросом. Вот сейчас я сижу, вспоминаю этот путь, я пришла к тебе с тем же самым запросом. И где-то какая-то информация тогда в меня прососилась. Какую-то часть информации я приняла. Но весь объем и весь то осознание того, что же я создала в своей жизни, я была не готова принять. Было безумно страшно принять, осознать и озвучить. Да. То, что ты в 31 год безответственная. То, что ты находишься в жертве, это ощущение непередаваемое. Это больно. Сто процентов. Я хотела у тебя спросить еще два вопроса. Выбери сама, какой тебе больше откликается. Что ты думаешь в целом по поводу инфобизнеса, работы в онлайне? И еще один вопрос, который я хотела задать, он связан с тем, почему ты выбрала среди всего возможного в этой реальности именно методологию, по которой мы работаем. Очень классные вопросы. Я тебя благодарю за них. Что касаемо работа в онлайне? Естественно, благодаря нашему дальнему окружению, нашим родителям, нашим бабушкам и тому опыту, который они прожили, первая мысль – это продажа воздуха. Иди, работай на завод. У меня даже был разговор в процессе работы с тобой, с бабушкой, когда примерно происходила эта картина. Когда она спросила, чем я занимаюсь, я ей ответила, что я занимаюсь работой на себя, помогаю людям. И произошел семейный диалог, зачем она это спрашивает, для чего, почему она это вдруг пытается понять. И тогда для меня это был день имса, это день открытия и принятия их любви, работы обо мне, и принятия того, что вот он этот миг, что мне, наконец-то, не надо доказывать ни им, ни кому-то другому, чем я занимаюсь и почему я это выбрала. Но мы посмеялись, мы перевели это все в шутку. Я поняла и озвучила в горжении своей семьи то, что бабушка спрашивает, вдруг на сегодня, на сегодняшний день я скажу что-то другое, вдруг я скажу другими словами, которые она сможет принять, услышать и осознать. И, наконец-то, возможно, как-то выдохнуть и снизить эту безопасность. Напряжение, переживание за внуков. Я говорю, или же я вам скажу, что это все обман, это все лохотрон, и я пойду работать на завод, и бабушка, наконец-то, выдохнет и скажет, мои внуки нормальные, у меня дети нормальные, наконец-то, видите, это все нормально. Поэтому это был классный день. Но для меня онлайн – это реальная возможность жить свою жизнь и состояние легкости, наполненности, любви помогать людям. Не когда ты замученная, не когда ты выдохишься, и из тебя еще что-то кто-то спрашивает, а когда ты сама готова делиться всем и не проща взамен ничего. А как же деньги? Деньги – это энергия, благодаря которой я смогу еще больше развиться, еще больше появляюсь в людей, которым я смогу помочь, и еще больше улучшу свое состояние, наполнишься. Да, очень важно не уходить в эту стратегию, где я всем служу, но у меня нет денег. Потому что очень часто мы вот за этим вот прячем свое раздутое эго. Деньги, обмен. Да, вот у тебя есть что-то, дает тебе человек деньги, ты ему даешь что-то. Как бы этот обмен всегда должен работать. И еще такую штуку подсвечу, что твой вот этот опыт, который у тебя уже был, он тебе, из-за того, что ты многое уже видела, да, прошла, прожила в разных сферах деятельности, но все это было про инфобизнес по факту, у тебя есть четкое понимание, что эта методология отличается от всего того, что было где-то там. Да. И это огромное преимущество. Потому что многие люди, кто сразу заходят в эту методологию, они такие, вау, как прикольно, легко и классно. А такие люди, как мы с тобой, которые до этого два года воронки создавали, они такие, чего? Так бывает, это существует. Это точно. Я долго сдавалась этой методологией, я долго сдавалась и принимала, что, в принципе, в этой жизни все возможно. И даже если сейчас я на каком-то моменте этому до конца не сдалась, это тоже хорошо. Да. Значит, придет день, придет момент, когда произойдет наилучшим для меня образом мощнейшая трансформация, благодаря которой я смогу помочь прожить это состояние другим людям и выйти из него намного комфортнее, безопаснее для него. Угу. Да. Что для тебя такого сверхудивительного вообще? Что отличает все, что ты знала ранее, отличает от того, что происходит в твоей жизни сейчас? Что это все легко. Что это все легко? Да, что не надо делать много хаотичных действий, не надо давить на человека. Потому что, когда я заходила в Инфобирс, в тот период была очень сильно продвинута работа через кажддевы, через боли, через программы и уже чуть ли не такие состояния, ну, купи у меня, ну, купи. А потом еще и страдания, как эксперта, так и клиента. Да. И я сначала усилась вот этому всему. Да. И в моей голове не укладывалось, как это взять, вот все всему, что я научилась, потому что я пыталась создать программу и не одну ее создавала. Пыталась наполнить ее разными экспертами, пыталась наполнить ее разными сценностями, не видя эту сценность в себе, в своем опыте и не видя сценность в клиентах. Потому что я видела только боль и только слабость. Да. И это работало. Я не говорю, что это не работает, но в тот период это работало. Да. Но сейчас это уже не актуально. Да. Люди устали. Это на самом деле ужасно было для меня, потому что у меня любой прогрев заканчивался выгоранием и температурой на два месяца. Температура вот эта, которая неврозная, я ее называю 37 градусов. Я вроде бы вот пошла, занесла полумиллиона рублей, чтобы обучиться сверхклассным инструментам, да, личному бренду и всему. Такая, все, я готова, упаковала продукт, делаю прогрев, выгорание. И вот так у меня продолжалось год. Каждые два месяца новое выгорание. У меня такая работа привела к полнейшему выгоранию, попаданию в реанимацию. Вот. Ты, кстати, об этом не рассказывала, про реанимацию. Я работала с экспертом уже как год. И в тот момент, когда мы с тобой познакомились, это был как раз тот самый месяц, наверное, перемен в моей жизни, но я тогда еще не знала. И сейчас я понимаю, что то, что произошло в тот месяц, я сама создала. И ответственность несу только я. А что произошло? Произошло то, что у меня были все это личные границы как с экспертом, как и с клиентами, и с командой в селом. Просто их не было. Я просыпалась в телефоне и засыпала в телефоне. Я не жила свою жизнь. Я ушла в онлайн, чтобы жить в свою жизнь, и я ее не жила. Я не могла себе позволить даже найти время и выделить пять тысяч рублей, чтобы зайти к себе на интенсив, который уже тогда мог решить мой запрос. Да, кстати, сто процентов. Это вот то, с чего мы с тобой познакомились и начали. И все это, вся эта тревожность, весь этот стресс привел меня к тому, что я попадаю в больницу с сильным обострением, и у меня происходит осложнение вплоть до реанимации. Ого. И вот пока я была четыре дня в реанимации, я не работала. Но я работала до и после. И когда вселенная мне еще больше посвятила, что если уж тебе реанимация не показала, что ты не живешь в своей жизни, проснись, что ты стоишь намного больше, что ты можешь создать больше, то начали происходить события. И было принято решение, естественно, со мной всегда был муж, он меня всегда поддерживал, было принято решение прекратить эту работу и выбрать себя. Вот тогда начался путь выбора себя. и я вышла, первую неделю я просто спала. Я вставала, кушала и снова засыпала. Я вставала, кушала и снова засыпала. Это была неделя, две. Потом я зашла к эксперту в наставничество, в работу с инструментами, с продуктом. И результатом той работы было то, что я начала осуществлять свои мечты какие-то, свои желания и любить себя, ставить себя на первое место. И это был крутейший опыт для меня, потому что благодаря ему я смогла осознать и прийти к тебе. Потому как буквально за две недели до того васята, на который я попала, у меня был другой разбор с экспертом, с наставником, которая сказала, я знаю, что с тобой делать, я знаю, как усилить твой продукт, я знаю, как ты сможешь легко сделать миллион, заноси полляма и давай. И я помню, что я после этого, мы хорошо попрощались, мы вышли на адекватных экологичных отношения друг к другу, и я помню, что я спустилась к мужу и говорю, слушай, прикинь, мне тут продавали за полляма, он такой, в смысле, за полляма, я говорю, ну вот, 100 тысяч, они дураки, я говорю, вот и я об этом задумаю, то есть тогда я была не готова, но работа с тем экспертом, даже пусть это было в том состоянии, когда я пыталась залюбить своего внутреннего ребенка и восполнить свое действие, как-то восполнить свою женственность, свой эгоизм, не важно, мне это было важно произвести, только с помощью этого я смогла увидеть другие возможности и увидеть в себе человека, который приведет меня к себе, и это вот самый главный результат. Еще я хотела спросить, какие у тебя вообще были ожидания на реалите, почему ты решила просто, ты самая первая, кстати, кто купил у меня этот тариф, я его придумала в 3 часа ночи, легла спать, проснулась, и ты говоришь, я готова его купить. Я такая, блин, я думала, это шутка, этого ничего не будет. Я тебе безумно за это благодарна, потому что, если бы не ты, это бы идея, осталась бы просто идеей, а ты мне помогла ее заземлить, и мне вот интересно, ты согласилась сюда приехать, на Бали, ты здесь уже живешь до того, как началось реалити, ты уже с нами отдыхала и на той вилле, и здесь мы реалити снимаем. Вообще, в целом, какие были ожидания, какие трансформации, может быть, ты хотела прожить, или какой результат получить, и что в итоге ты получила, какие ожидания оправдались, не оправдались, поделись, пожалуйста. Честно, на тот момент, я запроснулась только к концу потока и вышла из того состояния, в котором я зашла, только под конец. И первая мысль, когда я понимала, что работа заканчивается, первая мысль была, ну, какое еще новое, какая новая оплата, ты же еще это не отработала, не сделала, не монетизировала новые повышенные процессы и трансформации. Но, произошел твой звонок. И когда ты начала рассказывать, я поняла, что я хочу побыть с тобой новой. И тогда я тебе сказала, что вот эту группу я знаю, что было, что происходит. Поменялся только актеры, только люди. Да, ты будешь другая, но по факту это будет та же самая работа, только еще продление этой работы. И я понимала, что в своей реальности на тот момент, что мне кто-то предложит съемки, что кто-то обо мне подумает, потому что вся эта идея была подана и создана во имя любви к нам. не из своего эго, не из твоего желания заработать на нас или что-то, а из любви к нам. И я вот эту любовь почувствовала, я не знала, что это будет, я не знала, как это будет. Но я поняла, что мне надо идти за Настей новой, потому что ту Настю я знаю. А вот в новом месте, с новыми людьми, с более мощными, где я точно уже не сдамся, потому что фактически мы отрегулировали всех тараканчиков в моей голове и остался просто в последний момент не сдався, не сливався. И я знала, что это я могу получить только с тобой. И если плюс это будет еще в живую, это будет что-то мощное. И именно с таким настроем я ходила где-то две недели. я помню, как я подошла к мужу, как я начала ему это все рассказывать. И он мне сказал, говорит, а ты изменилась, ты поменялась, ты с таким энтузиазмом, с такой энергией все это рассказываешь. И каждый день он мне задавал какие-то вопросы. А что это будет? А как это будет? А что ты хочешь? И каждый раз я отвечала, я не знаю, что это будет, я не знаю, как это будет, но будет офигенно. Будет что-то новое для меня, то, что я сама себе сейчас не создам. Но это дает мне вселенная через тебя, через твою любовь. У меня была попытка, я почему-то верила, что я заработаю на эту поездку. И с этого начался этот путь подготовки к оярлике. И когда уже оставалось несколько дней до начала, ну, до, в принципе, осуществления этой поездки, я поняла, что я не справилась. Что где-то я перерасчитала свои силы, и где-то я перевозила какие-то ожидания. Что вдруг, ну, раз со мной все поменялось, раз я прожила такие трансформации, значит, сразу с первого раза ко мне будут заходить люди, и сразу будут покупать. И я поняла, что я не справилась. И тогда я пошла к самому близкому человеку, к своему мужу. Да. Я, честно, ему рассказала, что я не справилась, и я поделилась с ним, насколько для меня важна эта поездка. Я видела в его глазах, как ему было страшно. Потому что, если я логик, то он вообще х-1000, да? отдаленный от всего от этого человек, он из другой реальности. И для него создать такую сумму и выделить ее на то, что хочется мне, где я поеду одна и буду отдыхать одна, было сложно. Ну, 100%, да. Но он поверил, он не показал своей страши. Мы, конечно же, потом поговорили о всех переживаниях, о том, что его волнует, потому что это важно, разговаривать и делиться. И он помог мне, он осуществил мою мечту. И вот поэтому я здесь. И для меня эта трансформация не то, что два месяца, это, наверное, моих последних несколько лет. Одно дело, когда говорить на камеру, обманывать, пиздец, а мы себе и тебе рассказывать историю, это уже привычное. И здесь можно порой как-то сливчее, что-то придумать и как-то уйти. А когда ты сидишь вживую, ты видишь все эмоции, ты видишь мимику, ты видишь все чувства и все переживания, они написаны на лёгче, и уже здесь не убежаешь. И одно то чувство, когда ты понимаешь, что ты можешь прикоснуться вживую с наставниками, вселяет такую силу, такую веру и такую любовь к тебе, к вам с Сашей, о котором я в принципе узнала, что он с нами работать будет прям перед реаликой за один день. Вот. И вообще к людям. Это просто надо прозреть. Я не знаю, как это описать словами. Это можно написать несколько томов книги, чтобы хоть кто-то хоть на минуточку просутствовал моё состояние, но это надо проживать. То есть если передо мной был бы выбор снова реалики или бы просто работа, я бы выбрал живой реалики, потому что здесь комбо всего. И ожидания у меня таковых были кайф, что будет что-то крутое мощное. И в первый день, когда вы меня встретили, когда вы мне показали, что можно по-другому, можно легко, и можно насладиться от полёта 18 кишов, как будто ты не летела, как будто ты где-то путешествовал бизнес-классом при покупке билета эконом. для меня вот это было прям ноу-хау. Ты делала на самой крутой авиакомпании. Я до этого не знала, что я полюсу на самой крутой авиакомпании, я даже не знала, что нас там будут кормить, и мы с мужем уже выработали какую-то стратегию, что я поем до отлёта, в месте пересадки и по прилёту. И когда ты не знаешь английский язык, ты не знаешь местный язык, и все работники самолёта, и в основном все, кто летели, все иностранцы, все говорят на неизвестном для тебя языке. Когда начали носить еду, первое чувство у меня было, что я за это должна заплатить, и что и меня из самолёта не выпустят, пока мне не выдадут счёт, и я его не оплачу. Настолько мне было страшно. Но когда я увидела, что дают её всем, я поняла, что так, стоп, как мы это обычно любим говорить на разборах, это говорю я, или это говорят мои программы. В тот момент говорили мои программы «Моя страсть». это дают всем. Раз дают всем, не могут же всех не выпустить. Значит, доступно, значит, там входит билет. И почему я должна себе в этом отказывать? дают дают И я приняла. И это был хороший урок. И поездка на Бали для меня в целом шикарный урок, что можно жить легко, можно наслаждаться собой, людьми, своей работой, чем ты занимаешься. Если это, конечно, можно назвать работой, потому что после фотографии родным Ситяна мне мама сказала, я хочу такую работу, можно даже две, упакуйте, пожалуйста. Это волшебство. Я хочу поблагодарить тебя за эту сказку, за знакомство с самой собой и за ту веру в меня, когда я сама в себя не верила. На каждом этапе. И когда я что-то не делала, и когда я делала, и когда я сидела в правоке, в каждом моменте от тебя исходила любовь и вера. И это безумно окородает. Поэтому спасибо тебе большое. А то, что с нами есть Саша, который скажет стоп женским эмоциям, я не пойму все ваши эмоции, наверное страшно, но интересно. Благодаря Саше, я почему-то сейчас вот пришла на сайт, я поняла, что было бы кайфово работать с мужчинами. Они крутые, они классные, все люди классные, если видеть в них силу. до сто процентов. И в тебе на самом деле огромная сила, и я уверена, что в ближайшее время ты будешь висеть на всех билблоках города, напишешь свои книги, о которых ты планировала. Скажи, какие названия, помню, они были очень смешные. Книга называется «Женщина легкого поведения». Вот как хотите, так и принимаете. Вот что у вас откликается, так и принимаете. Для меня это любовь к себе, прожить свою жизнь. Второй том этой книги для кого-то возможно сейчас это будет чуть-чуть ужасным. Если для вас это ужасно, не слушайте, пожалуйста, можете либо перемотать, либо остановить. Господь, меня обманул, ты меня наебал, отойди в сторону, я сделаю все сама. Блин, Ильяна расстановщица, да, которая мы обе с тобой, мы подходили к ней, она на самом деле чудесная женщина. Волшебная. А вы же с ней вместе название придумали? Это было не название книги, это было ее посвание, ее какая-то связь, проводимая через всю энергию от вселенной то, что чувствовала я. И в тот момент я поняла, что это я, это про меня, и это очень сильно откликается мне. Да, мощно. И она еще больше открыла мне меня. И я с ней снова встречаюсь с 1 числа. Кайф, я 30-го. Супер, Наташа, спасибо тебе за интервью, ты большая молодец, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Наташи, я оставлю его в описании. Также на канале Наташи вы можете найти записи прикольных выщатов на разные темы про ответственность, про уверенность в себе, и, конечно же, записаться на бесплатный трансформационный разбор, который подойдет экспертам, психологам, коучам, наставникам, и в целом всем тем нишам, которые помогают другим людям выходить на новые уровни или решать какие-то свои сложности. Спасибо тебе, за эту возможность и за этот разговор. Все супер. Люблю тебя. Я тебя.